Дело в отчим, гости дорогие, это если взять тысячу питомников, то из них хорошо в двух-трех угощают, дегустируют и покупают на месте. Большинство случаев это склад с умирающими саженцами. Извините, что я прервал вашу работу, но она на самом деле должна приносить пользу не только вам. Смотрите, сейчас он будет резать, а я приготовил вам угощение, чтобы вы знали хоть что купили. Так, Жигулевская, вот кстати, там яблочко Жигулевское есть. Так, ну-ка, молодец моя школа. Несмотря на то, что она в госке, вот, все равно надо балансировать так, чтобы корни даже немножко опережали крону развития. Развития, да. Впереди зима. Так, ну, откуда вы? Из города Каннска, Красноярского края. Мне этого мало. Вы земляки с вами. Мне этого мало. А что? Ой, подожди, вот эту красоту. Яблоньку не надо. Не, а, 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 вы что, хотите, забубите? Потом мы потом. Мы это слышали, у нас такое правило. Отказывайтесь резать, до свидания. Все понятно. Не, без всяких шуток. Я вас говорила, это я пошутила, что не надо. Просто так красиво. А это на память. Ой, вообще. Ой, красавица вообще. Красавица. Ну, вот, смотрите, чтобы такая яблонька, ей два года, вот, чтобы она выжила, надо вот такую сильнейшую обрезку делать. Это жестокая правда. Так, проснулась? Лера, это Валерия Железова, чтобы продала хоть одну эту брошюру. Это ее бизнес. Все понятно. Смотрите, сколько режет. Вот. Дальше он будет резать без нас. Сейчас пойдем, пойдемте сюда поговорим. Вот. А, еще, знаете, это. Андрей, вот эту красоту. Прежде чем резать, давай, пусть люди в последний раз увидят. Ты же сфотографируешь. А так это, а сейчас идет фильм. Это хорошо, что не так далеко. Сейчас. Пусть народ полюбуется. Это вырастает у нас за два года. Вот это вот. Причем мы практически не поливаем, потому что нам некогда. А оно растет. Поливаем. Ну, иногда. Но это не значит, что регулярно и в полной мере. Так, все, пойдемте, гости, сюда поговорим. О, я знаете, что не сделал. А порт, это, яблочко не принес. Удивить вас. А мы уже подходили, смотрели. А вы только посмотрели. Да ладно. Да ладно, посмотрели. Галерий Константинович, я с удовольствием приобрету эти книги, потому что я их размножала на принтере. Вас еще не было в интернете, но были фотографии. И из газеты, газеты там были. И вот я на цветном принтере все размножала, раздавала своим друзьям, себе, изучали мы все. Но уже были посажены наши саженцы, которые были ранее, 20 лет назад посажены. И они, можно сказать, калеками, росли калеками. То есть под привание шло стволов, то есть посажены могилы заранее. Хорошо сказано, могилы. Да. И понимаете, они до сих пор плодоносят, но немножко другие годы они вырастают, вызревают. То есть осени хватает на созревание. И они вырастают до 4 метров, да. Все в яблоках, потом резко их опять. Что-то. Или может брюнковые воды, или под привание. Яблони, они хотя бы терпеливые. Терпеливые. Попробовали бы абрикосы такой вырастить или груши. Это же полезно. Вы знаете, мы пробовали вырастить сливу. Давайте сядем. И они были привиты, я уже... Так, мне Александр не говорила, что они были привиты на войлочную вишню. Она как заплакала, в камбе пошел. Ну да. И, короче, она отторгла. И вот хорошие были сливы. То есть привой, это... Все понятно. Сейчас мне надо, чтобы разговор получился, нам надо метра полтора, чтобы между нами было. Где-то у меня тут была табуретка. А вот она. И разговор должен сложиться такой, чтобы все сибиряки получились. Потому что, вы думаете, я много этих книг продал? Как было у меня 500 штук. Моя доля с редактором. Так они и лежат, эти 500 штук. Вот. А их... У них, знаете, какие просмотры? 500 тысяч, миллион, 2 миллиона, 3 миллиона и 4 миллиона. Я не представляю, это вся страна, да, если сложить? У нас 23 миллиона, да, всех участков официально. Вот. И все они научились, как убивать деревья. Вот смотрите. Видите шелковицы? Это еще в тени. Это еще в тени, да? Вот. Казалось бы, как они так растут? Посмотрите, какие приросты. Годовые. Да. Такие огромные. Я мог бы сейчас походить, показать, но мне неудобно. Я уже многие показал. У меня на третий год, я яблони садил после первого года, приросты стали 2-3 метра. Причем ни разу не политые. Вот. Это к тому, что есть главная причина, она совершенно полностью исключает опрыскивание, удобрение полностью. Вот. Есть, ну и так далее. Что там еще остается? Опрыскивание, удобрение, перекапывание почвы, полив, все исключается. Самое главное, это мощь самого дерева. Вот. Сила роста. Да, сила роста. Ведь, посмотрите, у этих шелковец, да? Вот они. У них ведь корни-то, они же выросли из этого, искусственные из этого. Вот. И теперь так, скорость плодошения. Вот вы держите яблоньку, да, то, что от нее осталось, так? Вот. Я говорил себе, когда Петюмин Ильич сказал второй год, это третий год. Просто за два года не купили, а на третий выкупили. Вот. Это примерно время созревания. Это быстро. Да, и согласитесь, что это нормально должно быть. Почему? До летней саженец, а ему до плодошения все год-два. Бывает и на второй год. Вот. Здесь я засомнивался, это второй или третий год, потому что это, мы же не поливаем, попробую догадать. Так, теперь, я вам мешаю, наверное, еще пока. Или я рад, наверное. Да нет, я спросил, замазывать вам, машина потом не оттирается, или с собой положить вар? Чтобы приедете. У нас есть всякий вар. Нет, дело в том, что если он замажет, вот, облицовка внутренняя. А потом потом не отстирается в машине. Ну, вар вар. А пакетики, если одеть, нет? А хоть, если не лень, одевайте. А не подсохнет, ничего ему не будет. За ничем не будет отбивать. Нет, за несколько часов ничего не будет. Ну, вот пока до Каннска-то доберетесь. Ну, мы завтра только до Каннска. Вот, ебаный. Ну, тогда замазывать надо, сверху пакетики. Пакеты сверху одеть. Я боюсь, чтобы подсыхание не пошло. Ну, подрезать там, обновить. Ну, сможете подрезать, подновить. Только, чтобы это было чуть-чуть выше почки. Да, да, да. Так что, считайте, учеба началась. Теперь, друзья, значит, вы на дегустацию не то, что опоздали, но мы, когда первые покупатели поехали, мы дарили по ведру по два, а кого не остановишь, тебе больше, да. А заканчиваем, вот смотрите. Я вам сейчас покажу, что-то вы купили, а что нет, я не знаю. Смотрите сюда. Что сейчас осталось в этом саду. А потом кое-что дам попробовать. Итак, это бельфер Китайка. Лучший сорт Мичурина. Видите, да? Сейчас еще будут ехать, ехать, поэтому я... Уже нечем это. Вот, дальше. Это не самый крупный гигант Подмосковья. Вот я найду для вас и дам попробовать, потому что вы будете шокированы. Считается, чем крупнее плоды, грудь, тем они не вкусные. Мне приходилось есть... Вся вопадет курица вода. Да? Пусть идет. Так вот, мне приходилось вырастить яблоко размером 650 грамм, а потом пришлось дерево выпиливать. Не понравилось. 650, а если возможно. Самый не было, это очень сильно достойно. Здесь крупных самых уже нет, спасибо гостям. Вот, это антоника 400 граммовая. В данном случае не дотягивает немножко, но лучше яблоки уже ушли. Вот. Ну, а как без этого, без дегустации? Вот. Ну, раз это... Это тоже так получилось, это... Ветер-китайка, вы потом ее съедите. Раз. Так. Теперь у меня... Куда она делась? А, вот. У меня получилось... О, нет. Все ли я принес? Значит, вот эти две, это колновидные яблони, так? Это знаменитый баргузин. Ну, опять же, в принципе, все лучше с дерева куда-то не случайно исчезло. Значит, одну оставляем для других гостей, эту себе возьмете. Представляете, делю уже как... Они, может быть... Уже стыдно. Со скелетными они все же... Как вот на колонии может быть столько яблок. Давайте так. Я вот потом, если у вас терпения хватит, я отведу. И прям с дерева попробуйте. Попробуйте. Почему посмотреть? Попробуйте. Так. Значит, это остатки. Это Аленушка. Полукультурка. Она смеяться будет. Она как раз... Вы же сколько метров с севера? 300-400? На север приехали. Мы? Мы на восток. 750 километров. Сколько? Нет, это по трассе. А если брать по этим... По карте вот так. По карте. Километр равно 300, да, северный? Ага, не помню. Ну, 400. Ну, хостая где-то 450, по-моему. Вот. И вот это вот смеяться будете. Как раз то, что никогда не умирает. Это полукультурка вкуснейшая. У нас такая есть. Кстати, мы ее бы не взлетали. Прямо Аленушка? Да, да, она. Вы знаете, но она у нас неудачно за гаражом получилась. Гараж, но дает каждый год. Вот, давайте. Все понятно. Есть у нас. Как вы, чтобы вы хотя бы надкусили? Это, я уже искал-ускал, не самое крупное. Это слива персиковая мичурина. Слива персиковая мичурина. Попробуйте. Только усилий, сейчас брызгать будет. Ой, уже брызгает. Чуть-чуть не это. Ой, какой вкус. Видя. Вот. Вообще. Идем дальше. Идем дальше. Вот это вам одну оставлю. Это богатырская. Ну, уже это. Ну, уже нечем делиться, уже стыдно. Это вам дарю. Вот. Это сорочинская. И та, и другое привез с Украины. Можно посадить косточкой. Да садить, конечно. Ну, тоже дайте всем надкусить. Ну, и нет. Не обижайтесь, что... Ну, все, мы свои люди. Вот. Теперь что, вы упомянули книги. Ну-ка, иди торгуйся. Это просто уровень. Громче, громче, громче. Давай, давай продавец. Не знаю. Молодец какая. Все дедушки помогают. Нет, нет, давай, погоди, погоди. Ты, вот уже... Кот уже пробует. Ох, а ему тоже помогает. Вот. Это книжка по 100. Ага. Вот. Это личный ее доход. Вот эти брошюры. Это личный ее доход. Я поняла, поняла. Настолько что... Так все. Нет, ты скажи, как в этом... А, ты еще не знаешь, как на аукционе. 100 рублей, кто больше? Кто больше даст. Вот, давай. Либо вы будете покупать? Нет, погоди. Ну, ладно, давайте. Ты чего, пробовать уже собрались? Давай дальше. Там 34 страницы. Это вот такие вот диски, которые сделал тоже бельганеры. И вот они, они по 300 рублей. Каждый по 300. А вот эти вот самые дорогие книги. Они по 1500. Ага. Вот. Вот эти вот все 4 книги... Их всего 2. Это экземпляров тут больше. А какая самая обновленная? Самая для... Идополненная. Вот эта. Вот эта, да? Да. Но есть люди разные. Есть новички, конечно, для них. Вот. А это для наиболее продвинутых. Потому что... Мы новички, наверное. Во-первых, на всякий случай говорю. Потому что это же видеофильм смотреть будете не только вы потом на моем канале. Дело в том, что вот это, две Нобельские премии, а таким языком изложено, что вот понимаете, как бывает, я живу в таком мире, любой дурак поймет... О чем свечи? Да, поймет. А там, вон туда показываю, а там не понимают. Вот мне вот это непонятно. То есть более простым понятно людям, а ученым там... Сильный язык простой. Да, да, да. Недоступный. Да, недоступный. Там на другом языке говорят. Они считают так, что чем сложнее, тем сложнее. А здесь все наоборот. Все упрощено до того, что... И вот они, две Нобельские премии. Вот. И самое интересное, что это язык разговорный. Это записки. Это и это... Я как тот хакас. Иду, что вижу, то он поет. Трава зеленая. Поняли? Я говорю, трава зеленая. Но я никогда не скажу, что она желтая. Или синяя. Да, вот это. А теперь я не буду вот, чтобы это... Сейчас пока не надо не говорить да, нет, доставать кошелек или наоборот. Как многие говорят, в следующий раз точно возьму. Нет, это как нельзя, конечно. Поэтому мы просто потом, когда уже без камеры. Понимаете? Это все для всех. Так, теперь смотрите. Что еще? Прежде чем книгу прочтете, у вас уже все выкопано. Вы садить умеете? Уже теперь представление не имеем. Потому что насмотрелось... Да я каждый раз ваше видео смотрю. И выводы я сделала, что вот эти 20-летние у нас, которые саженцы, они просто загублены прямо. Может, они и были нормальными бы, выросли. Но мы их загубили сами. Заглубили. Еще и удобрения туда хорошие, суперпосфат. Ой, 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 ой. Ну, так написано в книге. Аш экскаватором ямы? Ямы он сразу... Да вы что? Ямы он сразу пригнал. А кто пригнал? Меня заставили.